Книга открытым оком, тема мусульманства, 18 том, вопрос 3225. Как-то я был в мечети, и у них во дворе лежали горой чайники высокие, зеленые сотни, если не больше. Сотни, если не больше. Так ли нужно это? Или на это есть у них предписание? И почему они свинину не едят, а конину не считают скверной? Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. Чайниками они пользуются при омовении. Об омовении очень много сказано было в Ветхом Завете. И было бы удивительно, если бы мусульмане, обращающие взор на Моисея и Авраама, хотя и не библейских, не приняли бы омовение. Сура 5. Трапеза. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного, о вы, которые уверовали, будьте верны в договорах. Дозволено вам всякое животное и скота, кроме того, о чем читается вам, без доволения для вас охоты, когда вы в хараме. Поистине, Аллах решает то, что захочет. Пятая сура, третий аят. Запрещена вам мертвичина и кровь, мясо свиньи и то, что заколото с призыванием не Аллаха, и удавленное и убитое при падении, и забоданное, и то, что ел дикий зверь, кроме того, что убиты по обряду, и то, что заколото на жертвенниках, и что бы вы делали по стрелам. И это не честие. Сегодня отчаялись те, которые не веровали в ваши религии. Не бойтесь же их, а бойтесь меня. Сегодня я завершил для вас вашу религию и закончил для вас мою милость. И удовлетворился для вас исламом, как религией. Кто же вынужден в голоде, не склоняясь в греху, то ведь Аллах прощающий и милостивый. Пятая сура, шестой яд. Хочет устроить для вас тяготы, но только хочет очистить вас, чтобы завершить свою милость вам. Может быть, вы будете благодарны. Шестнадцатый аят, сто тринадцатый стих. И приходил к ним посланник из них, и они обвинили его во лжи, и постигла их наказание, и были они несправедливы. Сто пятнадцатый аят. Запретил он вам только метвичину, кровь, мясо свиньи и то, над чем призывалось имя не Аллаха. А если кто вынужден, не будучи преступником, врагом, то ведь Аллах прощаешь милостив. Исход. Теперь читаем Библию. Исход, тридцатая глава, восемнадцатый стих. Сделай умывальник медный для омовения, и под нож его медный, и поставь его между скинью собрания, и между жертвенником, и налей в него воды. Марка, седьмая глава, восьмый стих. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь в предании человеческого, омовения, кружек и чаш, и делайте многое другое сему подобное. Евреям, девятая глава, десятый стих. И которые с яствыми питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времен исправления. Левитам, одиннадцатая глава, первый по третий стих. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им, скажите сынам Израилевым, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле, всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копыта глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Стихотворение. Привычные трава и сырники. В саду, на огороде и на поле. Уменьшат урожай и взводят босики. Когда придет пора для зимнего застолья. Никто не садит терния волчты. И с плевелами борются различные. Распространяются от корня и пыльцы. Так что же нам враждебное напичкал? Так кто же нам враждебное напичкал? И не само крапива изросло. Но по велению владыки и еговы. Господь на ветер не бросает слов. На почву сырники грех подготовил. Еще в раю, в начале бытия, слова о сорняках вдруг прозвучали. Полынь с осотом против нас стоят. Пусть жалится над ними их начальник. Мне верю во Христа усыновление. Дары духовные диапазон широк. О сорняках же отказать в молении. Они везде вылазят поперек. Презренные садомские отростки. Опутали вершки и корешки. Повымахали выше взрослых ростом. Не сами по себе они пришли. Пропалывать не только грядки душу. Дух Божий возвестит греховные причины. И на молитве слезной взять на мушку. Где нарушением Бога огорчили. Косить и тяпать по писанию точно. И не опрадовать сорняк нигде никак. Выискавить свидетелей по строчкам. Помощников в себе искать в тихах. Полю и мысленно к Эдему продираюсь. Как ласково жилось первопроходцам. Сумеем ли мы скопировать от рая. И понимаю лишь со Христом все просто. 2006 год. Игнатий Тихнучла.